Всем привет, выезжаем из Геническа, едем в Асканию Нову, зоопарк, дендропарк, а дальше посмотрим, на сколько хватит времени. Геническе мы вчера нашли жилье день в день по букингу, отель Парадис, хотели у него много раз поселиться, но было занято, но вчера был свободный номер по букингу, забронировали. Отель Парадис на монастырском спуске, на втором этаже, номер у нас вообще бомба, двуспальная кровать большая, много мебели, шкаф, пуфик, холодильник даже спрятан, тумбочки, посуда, барная стойка, прикроватные тумбочки, понятно. Столик на колесиках можно двигать, тут место размещается на диване, он раскладной, там он даже двухместный, а не одно. Телевизор, кондиционер, вешивочка для одежды, сумок, ванная комната, тоже все отлично. Тушевая, мини-комнатка, бойлер свой, литров 100, все чистое, сантехника, брават, вообще бомба. Номер по букингу на обошелся, 720 гривен, как трехместный. По поводу покушать, в набережной есть кафе Сытый Кит, доставку делают, около 200 гривен. Вчера ходили, ужинали, тоже отлично. Там готовая еда, можно заказать, суши есть. И вот сюда можно номер доставку сделать. Кушать пошли в Синий Кит по рекламке в отеле, по рекомендации администратора. В принципе, не прогадали, что заведение нормально, на набережной, прямо возле водички. Правда, темно ночью, но все равно возле моря. А утром решили пошиковать и сходили, нашли хорошие рекомендации ресторан. Идем в веранду. Наш завтрак. Овсяная каша и салаты. Иванчики, музычка. Зеленая зона, класс. Чек, конечно, побольше, чем в Синим Ките. Но... Зато там делают кашу. Да, зато там делают кашу. Очень хорошая такая комфортная обстановочка. Легенькая музычка. Зеленая территория. Ну, ресторан просто понравился вообще. Даже чисто прийти посидеть. Не обязательно там хорошо покушать. Нет, почему покушать? Потому что хорошо. Да. А в отеле эти рекламки, сытый кит, бургер. Очень много контактов. Все доставка в отель. Так понимаю, это в связи с этими всеми карантинными ограничениями. Пошла тема. В отеле люди заказывают себе еду, никуда не ходят. Ну, там от отеля к морю идти. На самом деле, недалеко. Там максимум 5 минут, метров 500. Ну, люди заказывают, кушают. Ну, в море мы утром не уходили. Время не было. Вечером подходили. Вода прозрачная. Но медуз плавает. Просто кисель был. Ну, и тут, кстати, часто дожди. Позавчера. Знаете, тут такой ливень был серьезный. Затопило немного низ. У нас возле отеля там водичка стоит. И свет тут отключали, ему говорили, было проблемно. В общем, мы едем дальше. Снимем состояние дороги в Асканию. Выезд нормальный, генический, без изменений. Новая дорога, к сожалению, не делают, как в Мелитополе. Ну, в принципе, не в нормальном состоянии. Мы особо и не катались. Мы, по сути, очень поздно приехали. Кстати, понравилось очень, не знаю, как, когда сделали въезд в Геническ. Хорошо освещаемый с двух сторон. Вообще-то, как днем едешь. Потому что когда-то мы приезжали, было темно очень. А сейчас так оно как-то обратило на себя внимание. Переезд. И тут немного латок. Ну, в принципе, все целенькое. Едем дальше к пересечению трассы. Участок от переезда отремонтирован. Ямок нет. Все заватано. Подъезжаем в перекрестку. Едем налево, да? Угу. Крокодиловая вверх. Да. Село. Еще смех. Ого. Че цель. Там недавно как раз вывели крокодила в карабахи. Едем по трассе Мелитополь-Джанкой. Кстати, как в нем выглядит правая сторона. Тут, надеюсь, после поворота на генический, эти наплывы срезаны. Вчера мы ехали ночью, то наплывы были. Даже ямки вот есть. Ну, я так понимаю, готовят. Вот латки посрезали. Тоже такой жестяковый край под обочину был. Латки. Пили арбузик, дыньку. Арбуз по 5 гривен килограмм, дыня по 10. Ну и маленький там колхозница, по-моему, по 3 гривен, он говорил. Да, нет, все равно и по-моему. Он маленький, да? Тут дешевле, чем перед Кириллом. Переезд. Ну, немножко сделали. Сейчас переезды. Вот по-моему, сюда. Дальше немного неровностей, но катаются, латки делают, выравнивают. Да, ну, в Алексеевке. Ну, в Алексеевке проезжаем. Пока хорошо, все целое. Много арбузов, дынь на дороге продают. Сказали, сезон. У него очень мало отдыхающих. В этом году просто жесть. Медузы, комары еще свет отключают. На арбатке, говорит, постоянно подстанция не выдерживает. Часто нет света. Много латок. Пока ямок нет. Все целое. Свежие латки. Новотроицкий район. Справа немного попадаются. Тоже такие выдавленные места. С рассыпанным асфальтом. Участок. Тем более-менее целым покреплено. Что, себя переставило в сторону. Не помню. Не помню. В прошлом году мы ехали тут справа. Были ямы. Сейчас адекватно. Не нужно останавливаться при тормаже. Просто объехал. Все. Село Маячка. Тут. Все из латок. Страшно выглядит. Но целое. Вообще без проблем. Разноцветное покрытие. Вроде так реально страшновато выглядит. Но все целое. Справа. Еще даже да пооставались. Выдавленные ямы. А вот местами уже свежие латки. Тоже выдавливают и фуры. Посмотрим, что посвежие латки. О. Новый участок. Выдавленные ямы. Ух ты, блин. Вот эта ступенька по-нашему так. Чисто вот прощание с плохим участком. 172-й километр. Это чтобы ты ехал и почувствовал. Да. Великий будем лист. Что ты почувствовал, чтобы выехал на отличную дорогу. Отличная новая дорога. Красиво в степи. Красиво в степи. Вот такой дороге прокатиться. Ново-Троицкая. У нас вьюга такая вся яркая. Все новое. Слава Меллиоратора. А она, знаешь, какая машина. В Ново-Троицком. Более ранее. Свой асфальт. Все, мы прошлом ездили, по-моему, уже был. Я не прошлом уже, когда-то мненько, по-моему, уже сделали. Уже все целое. Пару километров. И снова продолжение новой дороги. В Попадем Нынство. Красновые здесь, Ново-Троицкая. Прямой участок. Миражи. Съехали на старую дорогу. Тоже там мостик. Такая ступенька резкая. Уже так сложно немножко свадить этот съезд. Это у нас поворот. Фадорюка. Три километра. И дальше, я так понимаю, пока еще старая дорога. Справа, ямы таких, вытравленных, сейчас здесь. Ого. Реально, надо уже настречно выезжать, потому что не хватает места в своей полосе. Вроде как и ладки есть, но справа не закончен еще ремонт. Ну, или его, наверное, уже решили не делать, да? Сразу будут строить новую дорогу. Населенный пункт Чкалово. Немножко неровно. Тоже дождик. Позарчик, да. Да, везде лужи. Нормально так вот затопило. Три дня прошло, он у него сыхает. Зато все зеленое. Да. Ого. Справа, блин, что себе такая траншея. Но фурщикам это, конечно, печально. Они-то не могут так влиять, влиять. Они тупо притормаживают и въезжают правой стороной в эту все жесть. Поворот на Аскане снова. 23 километра. Тут дорогу должны были сделать уже полностью. А что? Ведется работа. Остановку делают. О, сука, воды, посмотри. Сюда ездили такое сухое, стояло выгоревшее. Все в войне. Прям озеро целое. Рядом кукуруза растет. Уже высохло. Да, заболевая степь. Нормальные ливни прошли. Или полоса воды какая, ничего себе. Вдоль посадки. Ну и все зелененькое сразу такое. Новая дорога, без разметки пока. Да, вообще. Посадка в воде. Обычно проблема с водой. Здесь ири не хочу называть, да? Еще вчера дождик прошел вечером, но небольшой. Равниваю эту бочину. Убирает, да. Это лично, наверное, убирает. Еще техника. Заканчивают обочину. По сравнению с тем, что здесь было, это просто космос. Мы ездим часто в Асканию. Вернее, даже стараемся каждый год заезжать. И видели изменения уже более 10 лет. Тут такие траншеи были. Мы проезжали. В окне видно даже было горбы, где асфальт у меня. По зеркалу было. Мы-то объезжали, а автобусы приходилось им заезжать, черкать. И днищами, не знаю, и боковой, наверное, стороной не цепляли этот асфальт торчащий. Сейчас вообще отлично. Приезжайте все на экскурсию, кто боялся дороги. Потому что мне знакомые спрашивали, делали, не делали. Я говорю, не делали. Не поедем. Поедем, когда сделают. Вот, сделали. Как раз самое время ехать на экскурсию. Как раз хороший такой переезд с Азовского на Черного или Черного на Азовское моря. Через улазить в степи. А еще ремонтный участок у нас на пути. И что, это Ожи или что? Да, нужно встать с левой стороны. Дальше заканчивает финишный свой асфальт. Катки. Как раз работа кипит. Проехали участок с техникой. А дальше непонятно ли бы это уже финишный свой, либо еще будет делать. Но тоже все ровненько, целое. Топочная пока еще не выровнена. Знака нету. А, сняли. Ест населенный пункт. В чем проблема? Едет человек прямо. Да, он прямо поехал. После поворота старая дорога. Нормально, человек встал и стоит. Куда ехать дальше, да? Он читает, вывез. Там написано лево. Здесь подсыпали латки. Нормально все. Самолетик. Там все нормально все сделано. До зоопарков направо. Очень сильно погодила, да? Что метров проливно? Ну, уже столько вывезок, что не пропадаешь. чуть-чуть как зелена. Орехи. Здесь тоже ремонт. Ого! Бордюрчик новый сделали. Ого! Едем по прямой уже на въезд. Улица Фальцфейна. Сумнирчики. Арбузы продают мы прям с собой. кафе-бар. Кафе-бар. Так, надо уезжать вот эту штуку. Какая-то стрёмная. Да? Выполним. Карантинные меры, да? Работает уже, или нет? В общем, у нас получилось из Еническа с центра Еническа. Мы сюда приехали за 1.05. Где-то около 100 километров. Отлично все здорово. Можно ехать без проблем на любой машине. Даже на низкой Макварине там Феррари. Паркуемся, идем в зоопарк. Хотели поехать на экскурсию фото-сафари, но места уже нет на табличке. Записываться заранее нельзя. Нужно приезжать до 8 утра. За день не хотят записывать, потому что много не приезжает. Но еще есть один нюанс. Дети можно только с 7 лет на фото сафари. Поэтому мы со своим ребенком не попадаем. Раз только обмануть и сказать, что он более 7 лет. Поэтому пойдем просто в зоопарк. Такая информация. У нас получилось двое взрослых ребенок. Машина 200 гривен. 2 2 1 1 2 1 2 Продолжение следует...